Жители и гости Плёса в минувшую субботу увидели уже седьмую по счёту льняную палитру. Правда, желающих приобщиться к моде и увидеть показ собственными глазами с каждым годом всё меньше. И это весьма странно, ведь по мнению профессионалов, мастерство участников растёт с каждым годом. Каждый год растёт количество талантливых людей, тем более, что очень из года в год растёт удивительное мастерство молодых художников. Это очень приятно, потому что я смотрю, я приезжаю на экзамены в текстильную академию, вижу результаты занятий, результаты потрясающих совершенно, откровения в форме, в цвете, в динамике, в музыке. Во всём есть совершенно потрясающие вещи. Так что я считаю, что в этом году ещё шаг вперёд. Коллекции были представлены в следующих номинациях. Современное прочтение театрального костюма, летнее платье, корпоративная одежда в туристическом бизнесе, этнические мотивы в современной одежде и креативные коллекции. Все, кроме последней, новые номинации. Оттого и присутствовало лёгкое волнение, как модельеры всё это воплотят в костюм. Ну, должна быть новизна прочтения темы, новизна прочтения темы, должна быть подобрана модная цветовая гамма для этой коллекции. Если это по Чехову, то это должна быть узнаваемость эпохи. И, естественно, качество исполнения и немаловажные роли, я должна вам сказать, имеют, как показывают коллекцию, как коллекцию покажут. У каждой коллекции есть свой характер, свой стиль, свой дух какой-то коллекции. И то есть наша главная задача, задача модели – это преподнести, чтобы зритель понял смысл этой коллекции, что хотел донести до зрителя модельер. Коллекция «Чёрная чайка» Оксаны Бусыгиной – это новое прочтение Чехова. Образ «Чёрной чайки» словно обрушился на солнечный Волжский берег. Однако мрачные и где-то даже трагичные цвета тканей не тяжеляли коллекцию. Напротив, жюри признала Оксану Бусыгину лучшей в номинации в современное прочтение театрального костюма. «Чёрный, он такой универсальный, он, в принципе, для всего подходит, и его можно с различными цветами сочетать». Коллекция «Барская усадьба Алисы Бармашовой» воплощает простоту и уют дома. В чистые пастельные тона модельер предлагает одеть прислугу, гостей, ну и, конечно, самих хозяев усадьбы Дорожаева Шуйского района. Именно это поместье вдохновило Алису на творчество. Так модельер представляет себе обитателей барского дома XIX века. Сейчас в это вполне можно облачить постояльцев гостевых домов, например, в Плёсе. «Я как раз пыталась воплотить вот тот дух XIX века, времен, когда она была построена, вот в своей коллекции, привнести в нее благородство, эту романтику, как раз передав ее через силуэтную форму, через цвет, через ткани». Коллекция Алисы Бармашовой стала лучшей в номинации «Корпоративная одежда в туристическом бизнесе». Как и другие победители, она получила знак фестиваля «Серебряный феникс». Стоит отметить, что среди победителей в основном ивановские модельеры. Вручали и специальные призы. Такой от одной из текстильных компаний получили модельеры Дмитрий Яблоков и Александр Смирницкий за коллекцию «Дитрих». Летний костюм молодые авторы видят весьма откровенным и сексуальным. Впрочем, этих модельеров можно назвать самыми раскрепощенными. Большинство их коллег были все же умеренно консервативны в своих работах.